Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Донни, и сегодня мы снова играем в GTA 5 RP, и это у нас Аризона. Ребят, давненько я не заходил на Аризону, уже около месяца, и вот, друзья, я снова здесь, и у меня есть много информации для вас. Очень много прикольной информации, во-первых, как вы заметили, я прямо сейчас нахожусь просто в огромном крутецком особняке, и, короче, на самом деле, это не мой особняк, да, так получилось, что меня к себе поселили, и, ребят, просто гляньте на этот огромный особняк, и здесь, сколько, здесь три этажа, вроде бы, здесь, ну, огромное помещение, в принципе, интерьер обычный, из GTA Online, но, тем не менее, это очень круто, потому что в последний раз, когда я играл на Аризоне, у меня был маленький, ну, была маленькая-маленькая квартира, прямо в гет, это было очень такое себе, а прямо сейчас, ребята, гляньте, где я проживаю, короче. Во-первых, Bugatti, это не моя, к сожалению, конечно, очень бы хотелось, чтобы была моя, но не моя, это того человека, которому я поселился, и просто гляньте на этот огромный особняк, это очень круто, друзья, просто пушка, и пока здесь я буду жить, не знаю, сколько, но надеюсь, что, надеюсь, что долго, посмотрим. Так вот, ребята, также есть гараж, а гараж, по идее, огромный, заходим в гараж, и давайте посмотрим. Вот, ребята, мой Porsche, тот самый Porsche, который я покупал в последнем ролике по Аризоне, и, ребята, сегодня я хочу на него покататься, и также хочу сегодня прокачать, потому что он пока у меня в стоке, то есть у меня очень большие планы, и вообще, ребята, в плане дома, где я проживаю, это просто очень крутой особняк, давайте я его еще более как-то подробно покажу, потому что там задний двор еще огромный. Кстати, как вы думаете, какого цвета сделать Porsche? Я вот думаю сделать все какой-нибудь, не знаю, типа красный, либо оранжевый, может быть, Porsche, не знаю даже. Короче, вот, гляньте, просто огромный задний двор, есть бассейн, есть теннисная площадка, короче, просто очень крутой дом. К большому сожалению, это прям-таки не мой дом, но я пока здесь живу, то есть, можно сказать, что вы просто арендуете себе, как бы, комнату в этом доме, но, в принципе, очень прикольно, поэтому, друзья, прям очень круто. Еще кое-что, друзья, на Аризоне вышло обновление, очень крутое обновление, которое я вам покажу, и сейчас я хочу сначала выехать из дома, чтобы здесь уже спокойненько можно было вам все показать. Короче, смотрите, блин, Bugatti очень крутая, гляньте, какая Bugatti просто пушка. Нажимаем клавишу Tab, далее заходим в раздел Магазин, далее заходим в раздел Эксклюзивный магазин, и здесь у нас появилось 5 эксклюзивных тачек, друзья. Это просто, ну, 5 машин, это самые дорогие тачки, которые я вообще видел в GTA, ну, вообще, вот, в сфере, вот, ну, GTA, вы понимаете. Давайте им просто класснем по Nissan GTR, он стоит 100 тысяч реальных рублей. Идем дальше, если мы сейчас посмотрим, например, Bugatti Chiron 300+, он стоит 160 тысяч реальных рублей. Идем дальше, ребята, Lamborghini Veneno 130 тысяч рублей. Идем дальше, Bugatti LaVueta Noira, если правильно я даже произнес, как это произносить я даже не понимаю, стоит 350 тысяч рублей. И вы понимаете то, что, короче, эта машина, она стоит 350 косарей, и она будет всего одна на серваке. Здесь даже написано, что она лимитированная, что всего одна единица на серваке, и она пока есть в наличии, то есть ее пока никто не купил, и она одна, и она стоит 350 тысяч реальных рублей. Я хотел взять ее на обзор, чтобы мне просто ее создали, ну, не мне, как бы, да, в гараж, а чтобы просто ее создали, потом убрали ее. Но, ребята, ее никто не может создать, даже главный администратор, понимаете, то есть прикол такой. В Ferrari F, а точнее, в Ferrari P80 250 тысяч рублей, тоже всего одна такая машина на серваке. Короче, ребята, это просто пушка. GTR всего, а, 4 штуки, вот написано же, да? А, это уже, это уже есть 2 в наличии, то есть 2 на серваке, и 4 есть пока в наличии. То есть, кто-то купил себе, а, то есть, шуронов, получается, нету в наличии вообще, то есть они закончились. А, нету Veneno в наличии. А, да, все, нету. Нет, то есть, я ошибся, ребята, нету в этой Bugatti, то есть ее купили, и их больше нету в наличии вообще. Офигеть. Также нет и в Ferrari в наличии, получается, есть только GTR пока в наличии, и все. Офигеть. То есть, прикиньте, кто-то реально потратил такие деньги на покупку тачки. Это очень, ребята, круто, как бы, ну, это очень дорого, понимаете? 350 тысяч реальных рублей. Кто-то просто взял и купил себе эту машину на серваке. Это, друзья, просто нечто. Я просто в шоке, на самом деле. Итак, ребята, у меня есть Porsche, который покупал в прошлом видосе. И сегодня я хочу его прокачать, потому что тачка-то, по идее, очень прикольная. Но пока она в стоке, и она, конечно, я покупал, вроде бы, его синего цвета, но она почему-то появилась какого-то сиреневого, что ли, или фиолетового даже больше цвета. Ну, это такой чисто прикол от Аризоны, когда покупаете машину. Я покупал, помню себе, первую машину, покупал, вроде бы, фиолетовый минивэн, а он появился розовым. То есть, это какой-то прикол, чисто какой-то троллинг, что ли, от Аризоны. Ну, вот такая тема бывает. И, ребят, сегодня я хочу прокачать себе Porsche. Вот, ну, и надеюсь, что получится прям все сделать круто. Посмотрим, что получится, поэтому ставьте лайки, и мы, ребята, заезжаем в прокачку. Итак, заехали мы в ЛСК, и сейчас мы сделаем прокачку на Porsche. Так, отремонтировать, да, ремонт мы оплачиваем. Итак, что у нас есть? Движок, тормоза. Делаем максимальный гоночный тормоза, 150 тысяч долларов стоит. Покупаем, да, покупаем. Движок, 2 миллиона стоит движок, понимаете? Это охренеть. Подожди, а я поставил себе? Подожди, а почему не могу поставить? А, в данный автоматистку закончились все запчасти. Здесь нету запчастей? Серьезно? Вообще-то, если я не могу себе здесь сделать прокачку? Вот это сейчас, конечно, прям обидно было. Прикольно, то есть здесь, получается, нет запчастей на то, чтобы сделать прокачку. Ну, бывает, ладно. В таком случае, поехали посмотрим цвет на машину. Надеюсь, там уже есть у нас запчасти. Ну, хоть какие-то. Вот, ну, в плане покраски. Но потом уже поедем в сторону аэропорта, потому что там, скорее всего, ну, должно быть. Там должны быть детали для прокачки. Поэтому посмотрим. Вот, ребят, ну, я просто в шоке, что есть такая Бугатти. У кого-то есть на серваке Бугатти за 350 тысяч рублей. Я просто хочу сделать тест-драйв на нее, ребята. Это просто будет, ну, очень круто. Какая же там скорость у него в стоке и в прокачке? Даже мне просто представить сложно, друзья. Это, ну, реально очень, скорее всего, быстрая машина. Надеюсь, здесь у нас есть все-таки все необходимое для того, чтобы сделать покраску. Так, окрас. Первый цвет. Давайте мы сейчас... А, можно выбить так классический. Матовый. Металл. Металлик. А, можно сделать золотую тачку. 3 миллиона деви... Охренеть. Нечищенное золото стоит 8 мультов. Чищенное стоит 3 900. Охренеть. Цены просто. Вот это, ребята, просто жесть. Реально цены. Так, металлик. Вот металлик нам, ребята, подходит. В принципе, цена максимально демократичная, поэтому... Так, нужно найти какой-то прикольный... Я вот думал сделать оранжевый. Вот такой вот цвет. В принципе, прикольно смотрится оранжевый Porsche. Но давайте еще посмотрим. А, можно даже вот такой сделать, типа желтый, да? Желтый. Смотрится интересненько, да? Как по мне. Конечно, красный такой ближе к такому, знаете... Красному апельсину даже больше хочется, потому что он такой прям более сочный. Но вопрос лишь в том, есть такой цвет здесь или нет, потому что я его не вижу. Фиолетовый цвет есть. Ну, либо можно сделать такой вот, да? То есть, как бы, красный Porsche. Давайте сделаем такой красный Porsche. В принципе, смотрится неплохо, поэтому да. А на складе закон... Да вы что? Почему ни у кого нету деталей для покраски и для тюнинга? Что-то фигня. А винила есть на него? Первый винил. А, у него есть винилы! Воу-воу-воу-воу! Прикольно! Даже об этом не знал. А наклейки есть какие-нибудь? А, это то, что я сам могу приклеить. Винилы есть на Porsche, ребята. Прикольно. Конечно, какие-то аниме-винилы. Но, ребята, как бы, это я не хочу делать. А где еще есть покрасочная? То есть, получается, где-то... А, ну, получается... Я понял, где. Хорошо, нужно ехать, получается, прямо к аэропорту. Блин, просто прикиньте то, что... Ну, не в мастерской, не в покрасочной, не в детали для того, чтобы сделать там покраску и тюнинг. Это как вообще возможно? Очень странная ситуация, как по мне. Но, как есть, так и есть, друзья. Да, странно очень. Слушайте, я очень хочу сделать обзор на Бугатти. Друзья, если вы знаете того человека, у которого есть Бугатти на Аризоне, дайте, пожалуйста, мне контакт с ним. Я просто хочу с ним связаться и сделать обзор на Бугатти. Потому что эта тачка стоит 350 тысяч реальных рублей. Это просто, ну, я хочу ее сделать из драйв. Очень хочу. Так, заезжаем мы сейчас в покраску. Так, делаем окраску. Надеюсь, здесь есть какие-нибудь элементы. Так, заходим в раздел металлик. И выбираю красный вот такой вот, красный Таурино. Либо даже потемнее можно. Так, делаем покраску. Можно? Вон, есть. Здесь хотя бы есть покраска. Это меня уже радует. А второй у нас, что меняет цвет? Второй меняет салон, да? Но, в принципе, черный, я думаю, что... А, он синий. Не-не, ребят, синий как бы не хочу. Давайте сделаем черный как бы салон. Да, пускай будет черный. Все, выезжаем. Итак, сделали покраску на Порше. Я, конечно, думал сделать его каким-нибудь... А, он такой грязный. Жесть. Грязный Порше. Просто жесть. Конечно, думал сделать его желтого цвета. Но, в принципе, красный. Смотрится поинтереснее, как по мне. Так, что у нас есть в плане прокачки? ЛСК центральный не работает. Там нету запчастей. Давайте поедем вот сюда, получается. Ближе к докам. Надеюсь, там есть запчасти. Потому что, ну, как бы, здрасте. Я приехал, мягко говоря, прям в центральный ЛСК. А там просто нету запчастей, чтобы сделать тюнинг. Это максимально, как бы, ну, странно. Ну, это да, это реально. То есть, я знаю то, что на многих серваках нужно, чтобы владельцы закупали запчасти. Но, блин, просто это, как бы, это прикольно. Но, в двух мастерских просто не было деталей для того, чтобы сделать покраску там и так далее. И чтобы сделать тюнинг на машину. Вот. Ну, окей, ребята. Летим в таком случае. Мы сейчас в промышленный район. Надеюсь, там у нас все есть. Я смогу сделать себе тюнинг. Но, блин, извините меня. Сделать стейдж-движка на Порше стоит два мульта. Да, сколько, интересно, стоит тюнинг, например, какого-нибудь, вот, вот той же самой вот Бугатти, которая за 30-50 тысяч рублей, сколько там стоит сделать максимальный стейдж. Вот просто, я хочу знать цены, друзья. Я просто хочу знать цены. Так, тормоза. 150 тысяч рублей делаем, точнее, долларов делаем, да, ставим. Они хотя бы здесь есть. Движок, ребята, ну, миллионы тратить это очень жестко. Просто, ну, это очень дорого. Так, подсветка, подвеску. Можно как-то я покручу его? Спасибо. Давайте, не, ну, делать низкую подвеску, как бы, на Порше смысла вообще нету, я считаю. Трансмиссию делаем обязательно, так, диски. А есть какие-нибудь диски, которые вот именно аддоны, но вроде как нет, да, пока ничего, я смотрю. Да, просто нету. Это такая машина грязная, жесть. Что еще можно поставить? Стекла. Делаем тонер, в таком случае максимальный, в принципе. А, еще можно больше, по идее, сделать, да? А, нет, самый, самый темный, да, делаем из-за 18 косарей, хорошо. Я, конечно, выехал, но давайте мы все-таки сделаем максимальный. Стейдж на Порше за 2 миллиона долларов. Это охренеть цены. 2 миллиона долларов, друзья. Стоит сделать стейдж, но я хочу это сделать. Делаем. Все, отлично, все, поехали, друзья. Мы сделали максимальную прокачку на, получается, наш Порше и топливный бак пусс. В смысле? Да что это такое-то? А где можно купить? Вот прямо здесь, по идее, да? Или нужно в магазин бежать? Не-не-не, подождите-ка, надеюсь, можно? А, у меня же есть, по идее. У меня же есть канистра, точно. У меня же есть канистра. Ну-ка, давайте-ка канистра использовать. Вы должны находиться в машине. Окей. Блин, прикиньте, просто я во время прокачки, у меня закончилось топливо. Так, использовать. Да, есть, все. То есть я, по идее, сделал, да, все? Отлично. Ребята, я... Фух, я думал, сейчас придется как-то бежать до магазина, потому что, по идее, покупать канистру нужно именно в магазине. Так, а давайте мы сейчас полный бак заправим на наш Порше. Так, давайте мы сейчас заглушим. Так, заправить. Полный, полный, полный бак мы сейчас делаем. Вот такой вот, да, прям до максимума заправляем. Все, отлично, мы заправили. И, ребята, поехали потестировать. Теперь максимальную скорость на Порше. Но я прям... Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Фига, он быстрый-то стал. Слушайте, он стал реально быстрый. То есть, он уже 200 как бы прет. Здрасте. Охренеть, 240, это по городу. Ребята, сейчас мы сделаем замер. Так, где есть ремень? Ремень безопасности на О. Делаем сейчас замер. Прямо вот на шоссе. Это самое идеальное место, чтобы сделать замер. Вот, но, друзья, это будет максимально тяжело, потому что людей много на резоне как бы играет. Поэтому здесь можно спокойненько убраться. Просто, друзья, можно спокойно убраться. Поэтому разгоняем сейчас в сторону, получается, шоссе. Ну, в сторону, получается, Сэнди Шорс. Потом разворачиваемся, но он уже как бы 260, 270, 270, да. И просто вот 280, 290 почти было. Опаснее, как здесь кататься, однако, ребята. Разворачиваемся в таком случае, друзья, и тапку в пол выжимаем. Поехали. Давай, 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 давай. Я в тебя верю, Порше. Разгоняемся. Так. 190, 200, 210, 220, 230, 240 почти. Давай, разгоняйся еще больше. Я в тебя верю. 250, 280 почти было уже. Давай, 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 давай. Ну, 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 я в тебя верю. Давай. Давай, 279, 290, 200, 300, 310, 320 почти было уже. Ребята, максимальная скорость в комментариях. Пока пишите. 327 вроде была максимальная скорость. Ё-моё. Это очень быстро, но прям, ребята, круто-круто. Слушайте, друзья, ну, прям ставьте лайки, потому что сегодня я показал вам, во-первых, новый дом, где я живу. Потом мы посмотрели самые дорогие тачки на Аризоне, эксклюзивные, которые прям вообще никак не купить. Вот. Ну, и также, ребята, мы сегодня прокачали Порше до максимального стейджа. Ребята, кстати говоря, как вам внешний вид у Порше? То есть, такой прикольненький темно-красный цвет, как по мне, прям смотрится максимально интересно. Ребята, ставьте лайки, с такой прикольненький угарник, ролик. Спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok